Друзья, здравствуйте! С вами я, Ольга Архипова. Сегодня мы с вами посетим старый город Судакской Генуэзской крепости. Сейчас перед нами находится, посмотрите, башня портовая и храм 12 апостолов, чуть ниже. Всё это находится в городе Судаке. Вот сейчас мы с вами и прогуляемся, посмотрим красоту весеннюю. Портовая башня была построена ещё в начале 12 века, друзья. И она охраняла город Судак, посмотрите, от захватчиков, которые хотели завоевать город Судак. Посмотрите, какая сегодня природа, как красиво цветёт асфоделина. Все склоны, посмотрите, все в асфоделине. Вот это жёлтые склоны, это асфоделина жёлтая. Посмотрите, как здесь красиво. Там растут тополя, видите, море рядом шумит. И все склоны, на всех склонах расцвела с асфоделина жёлтая. Посмотрите, какая красота, друзья. Ну что, друзья, зайдём сюда в калиточку и посмотрим отсюда на крепость. Мы сейчас с вами находимся на границах территории объекта культурного наследия федерального значения комплекса сооружения Судакской крепости 14-15 века. Охраняется государством. Так что, друзья, когда придёте сюда, не ломать, не рвать. Не разжигать костры, а беречь нашу историю и природу, которая здесь находится. Смотрите, посмотрите. Я такого ещё не видела. Это гора крепостная, видите, вверху. На ней расположена Судакская-Генуэзская крепость. Город Судак был образован в 212 году, друзья. Представляете, какой старый город. В 13 веке город Судак был захвачен монголо-татарами. И всё население прятались вот там, на территории этой крепости. Туда, чтобы попасть, друзья, вам нужно заказать экскурсию. Вы заходите со стороны города и заказываете экскурсию. Я не буду вам рассказывать, чтобы вам было более интересно посетить Судак. Смотрите, вот здесь находятся оборонительные стены. Приблизительно эти стены относят к VI веку. Представляете, строились здесь оборонительные стены. Защищали город Судак. В то время он назывался по-разному. Сугдея, Сураж. А когда пришли генуэзсы, назывался Салдая. Ну вот, говорила, не буду вам рассказывать. Но немножко историю вам рассказала. Более подробно вы узнаете на экскурсии, когда побываете здесь. Вот ещё посмотрим с вами. Стены сложены из местного камня, песчаника. Смотрите. И вот такая сейчас красота. Апрель месяц, друзья. Представляете, как красиво. Вот ещё здесь велись раскопки. Видите? И они охраняются, друзья. Чтобы люди знали историю нашего города. Ну красота! Это вам не рассказать. Как красиво здесь. Сколько здесь асфаделины жёлтой. Ещё бывает асфаделина белая, а эта жёлтая. Трава зелёная. Жёлтая асфаделина. Это просто красота. Друзья. Такой у нас, смотрите, местный камень, песчаник. И из него строились стены. Из такого же камня построены башни, которые находятся внутри этой крепости. Вы, когда приедете, всё это увидите, друзья. Со стороны моря в этом месте не видно башни. А вот когда приедете со стороны города, вот там вы увидите. Рядом море, посмотрите. И вот так, когда приходили захватнические корабли, здесь строились оборонительные укрепления, чтобы защищать крепость от этих приезжих людей, которые хотели захватить город. посмотрите. Какая красота. Смотрите, сколько здесь асфаделины. градусов. До свидания. До свидания. Продолжение следует... До свидания. Смотрите. Посмотрите, друзья, какая красота Вам просто не рассказать Сколько здесь Асфабелины желтой Вот это да Здесь можно гулять, но соблюдать Правила посещения исторических мест, друзья Сейчас утро, друзья И вот со стороны восхода солнца Видите, картинка немножко изменилась Свой вид Ну а когда поворачиваемся сюда На горы Там мы видим горы окружающие Поселок Новый Свет Посмотрите на горизонте Вот такая здесь природа, друзья Красота Сейчас я пройду вот по этой тропиночке Посмотрите Посмотрим Там еще Асфабелину желтую Гора Крепостная возвышается Над морем 157 метров Вот такая ее высота Со стороны моря она неприступная Я вам как-то немножко показывала Какая она А вот со стороны города Она имеет уже пологий подъем Посмотрите, что здесь Здесь целые поля с воделины Ну надо же Как красиво Сейчас я сниму ролик, наверное И отдельно потом вам покажу Кто любит короткие ролики Ну вот, друзья Не могу уйти отсюда До того так красиво Не могу налюбоваться Вот этой желтой красотой Как целый ковер На зеленом фоне Сверху голубое небо Внизу Желтая Асфабелина Зеленая трава Просто красота Неописуемая Смотрите Горы Асфабелина желтая Море Какой релакс Друзья Приезжайте любоваться Пока еще цветет Асфабелина Там пчелка Притаилась Смотрите Видно вам А вот здесь тоже Красивый сюжет Получается Посмотрите Камни Цветущая Асфабелина Смотрите Прям красиво Как И вот еще Отсюда сниму Посмотрите Разные ракурсы Вам показываю Солнышко То прячется То выходит Сегодня Ну вот Такая у нас Сейчас Друзья Погода Сейчас вообще Будет туманы Море греется И поднимаются Туманы И идут на город С моря Я пока Поймала Такое время Тумана нет Это дерево Фисташка Друзья Уже начинают Распускаться Листочки Медленно Медленно Но уже Распускаются Еще Вам морюшка Кто скучает За морем Наверное Все из вас Скучают По морю Ну Надеемся Что вы скоро Приедете Ваша мечта Осуществится А я вам Сегодня Показываю Асфабелину Желтую Возле Крепостной Горы Где Находится Судакско-Геноевская Крепость Здесь Такой Образовался Ров Посмотрите Видимо Когда Идут Ливни Здесь Текает Вода Видите Такой Ров Здесь Ну вот Друзья Я вам Показываю Места Расположенные Возле Крепостной Горы Приезжайте На экскурсии Посетите Экскурсии Вам Все Подробно Расскажут Об истории Судакской Крепости Расскажут И вот Она Какая Неприступная Стена Представляете 157 Метров Над уровнем Моря Гора Крепостная Это Коралловый Риф Друзья Когда-то Это Все Было На дне Океана Тетис Миллионы Миллионы Лет Назад Друзья И Когда Произошел Тектонический Разлом Вода Отступила И Все Что Было На дне Моря Поднялось Наверх И Образовало Вот Такие Горы Видите Они Пористые В В них Скапливается Вода Там Зарождаются Деревья Видите Где вы Видели Чтоб На горах Росли Деревья А вот Эти горы Коралловые Рифы Содержат Деревья Видите На них Хорошо Растут Наши Деревья Можжевельник Посмотрите Фисташка Туполистная Все Это Растет В горах Кораллового Рифа Ну что Идем Дальше О Здесь Мак Посмотрите Среди Освады Лины Вот Он Розовый Мак Видите Я вам Показывала В своих Роликах Красные Маки А здесь Мы увидели Розовый Ну что Друзья Налюбовались Освады Линой Желтой Давайте Будем Возвращаться В обратную Сторону Погуляли Здесь Среди Освады Лины Смотрите Растут Маки Розовые И еще Какие-то Мелкие Сиреневые Цветочки Смотрите Любуемся Маками Здесь Растут Розовые Бывают Маки Красные Розовые И белые Но мне Еще белые Не встречались А люди Уже Снимали И белые Маки Вот так Среди Травки Зеленой Вот такая Весенняя Апрельская Красота А вот здесь Смотрите Такой Уголочек Интересный Видите Тоже Так По кругу Выложены Камушки Ну Как Выложены Может быть Они здесь И были Просто Немножко Облагородили Их И вот Так Вот сюда Мы Идем И Что Мы Видим Столик На камушках Дощечки Здесь Растет Опунция Посмотрите Видите Вот Сколько Ее Здесь И Можно На этих Дощечках Присесть И Наблюдать За морем Красота Я уже Думаю Туристы Так Облагородили Этот Уголочек Чтобы Можно Было Сидеть И наблюдать За морем Видите Какая Какая Красота Среди Вот Этой Желтой Красоты И Зеленой И Голубого Неба Деревца Деревца Растет Видимо Терн А Пахнет Как Друзья Здесь Вот Этими Травами Вам Не Рассказать И Морем Это Я Друзья Уже Спускаюсь И Показываю Вам Спуск Ну Просто Красота Не Могу Остановиться Может Кому То Не Нравятся Цветы Ну А Кто То Любит Друзья Подписывайтесь На Наш Канал Комментируйте Ставьте Лайки И Приезжайте К нам Гости Я Сейчас Спущусь Потому Что Здесь Так Немножко Неудобно Спускаться Подниматься Всегда Легко А вот Спускаться Немножко Тяжелее Боюсь Чтобы Не Поехать На Попе Уже Иду Медленно Медленно Смотрите А здесь Почти У самой Воды Видите Тоже Находятся Береговые Укрепления Приблизительно Шестого Века Нашей Эрой Друзья Вот так Вот так Сощищался Город От захватчиков Которые Приплывали По морю Сюда Вот так Вот посмотрите Как выглядит Кладка Шестого Века Видите Друзья Без единого Раствора Вот так Строились Стены И до сих пор Стоит В некоторых местах Уже разрушилась Окончательно А в некоторых Еще сохранилась Видите И елочкой И плашмя Вот так Строили Местные Каменщики Все выше И выше Поднимается Солнце Друзья Начинается Жара Прямо Как летом У нас сейчас Температура Воздуха Плюс Двадцать Было Вообще Плюс Двадцать пять Сейчас Немножечко Понизилась Температура Знаете Весна Ранняя И вот Такая У нас Жара Сейчас Море Будет Греться Испаряться И будет Туман Ну вот Друзья Мы сегодня Познакомились Немножечко С историей Нашего Города Судака На экскурсиях Вы узнаете Более подробно Я вам только Показала Куда можно Прийти Друзья И заказать Экскурсию По Судакской Генуэзской Крепости Ну вот Друзья Я уже Выхожу Калиточки На выход Из этого Прекрасного Места И вот И вот А это Наверное Кусты Оливы Друзья Если кто Знает Подскажите Правильно Я назвала Что это Олива Смотрите Смотрите И вот Так Вы спускаетесь К морю На каждом шагу Останавливаюсь И показываю Вам Эту красоту О А здесь Друзья Смотрите Глициния Посмотрите Здесь Она в таком Затененном Месте Немножко Осветлила Друзья Чтобы Вам Показать Судаке Она только Начинает Распускаться На южном Берегу Она уже Распустилась А в Судаке Только Только Начинает Распускаться Ну вот Друзья Я покажу Еще Вам Море Пляж Уютное Который Находится Возле Судакской Крепости 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 Ну что Друзья На этом На этом Я наверное Буду Заканчивать Свою Прогулку Если Вам Понравилось Ставьте лайки Комментируйте Подписывайтесь На наш канал Кто еще Не подписался Всем Семь мира Ольга 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 Архипова